На первом открытом форуме прокуратуры обсудили актуальный для региона вопрос невыплата зарплат. На сегодняшний день Мурманская область по этим показателям вышла на первое место по северо-западу. Больше половины всей задолженности приходится на Заполярье. Какие компании находятся в черном списке должников, расскажут наши корреспонденты. Первый живой форум прокуратуры открывала тема трудовых споров, поскольку должников по Мурманской области десятки. Общий долг предприятий больше 130 миллионов рублей. Мерами прокурорского реагирования мы в этом году добились выплаты задолженности по заработной плате на сумму более 200 миллионов рублей. Согласитесь, что такое 200 миллионов рублей? Это цифра. Это тогда, когда человек может достойно сходить, купить в магазине продукты, накормить свою семью, когда может одеть ребенка и отправить его в школу. Одним из предприятий в числе серьезных должников по Мурманской области числится Кавдор Слюда. Порядка 58 миллионов рублей не выплачено 600 работникам. Слюда, флагопит, вермикулит, пигматит добывались и обрабатывались в одном из мощнейших предприятий области. Массовые невыплаты зарплат начались еще в 2000-х. А с 2013 года основные сотрудники были уволены, поскольку фирма обанкротилась и теперь выживает. Оставшийся персонал лишь обеспечивает сохранность имущества на предприятии. Еще один яркий пример неплательщиков, чей долг исчисляется миллионами – Беломорская нефтебаза. Хорошее имущество на этих предприятиях имелось. Предприятия успешно работали, переваливали нефтепродукты на территории поселка Беломорья Кандалажского района. Но с 2013 года, с осени, были контракты все исчерпаны. Соответственно, уже услуги предприятий были не востребованы. И предприятие Беломорская нефтебаза вошла в процедуру банкротства. На форуме обсуждались не только вопросы погашения долгов по заработной плате, а говорилось и о негативном влиянии серых зарплат, проблем восстановления прав граждан на оплату труда.